Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для мерч-симулятор. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылочка на него будет, как всегда, в описании. Также перед началом, убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу на сайте. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10-15 секунд и, в принципе, можете выходить. Так, идем дальше. Значит, если у вас нет никакого чита, заходим в обкладку Exploits. И здесь выбираем любой предложенный чит, либо SAR, либо Splash. Сегодня в ролике буду показывать Star. Также Star используется без ключной системы, Splash с ключной системой. Также, как скачать эти два чита, у меня есть два видео на канале, можете их найти и посмотреть. Там, в принципе, сложного ничего нет. Далее в поиске пишем мерч-симулятор. И на данный момент на сайте есть четыре скрипта. Сегодня в ролике буду показывать вторую по счету. Нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется сам скрипт. Мы его копируем. Открываем Roblox. Открываем чит. Далее вставляем скрипт в сам чит. В настройках выбираем DLL от Carnell, потому что с ним лучше всего работает. Также напомню то, что Carnell используется с ключной системой. Далее нажимаем Inject. И ждем, пока заинжектимся. Как видите, у меня появилось окошко. Сейчас оно пропало. У меня Inject, значит, прошел, если оно пропало. Также ключ получается раз в день. То есть раз в день вам его каждый день нужно получать. В этом окошке у вас будет ссылка. Вы его копируете. Эту ссылку вставляете в поисковую строку браузера. Нажимаете Enter. Вас перекидывает на капчу. Вы проходите эту капчу. Ждете 15 секунд на тот сайт, который вас перекинет. И все то же самое делаем около 4-5 раз. И на последний раз у вас уже покажется ключ. В принципе, я думаю, несложно. Далее нажимаем кнопочку Exclude. И вот появляется скрипт. В принципе, довольно много функций. Ну, давайте начнем с самой первой. Это Auto Merch. Включаем ее. И, как видите, у нас автоматически объединяются все блоки, которые у нас были там на карте внизу. Не знаю, конечно, зачем у нас ТП хоть вверх, но ладно. Давайте вниз спустимся. И посмотрим другие функции. Вот, Spawn Tier. Давайте включаем Auto Buy Spawn Tier. И проверяем. Будет работать или нет. Да, уже видно то, что работает. Как видите, у меня монеты потратились. Также у меня уже даже появились лучшие блоки. Отлично. Далее это у нас максимальное количество блоков. Нажимаем Auto Buy Max Blocks. И смотрим. Да, тоже работает. Деньги у меня потратились. Теперь у меня больше будет блоков спавниться. Auto Buy Spawn Rate. Это получается ускоренное время, вроде бы как появление блоков, если не ошибаюсь. Ну, давайте тоже проверим, работает или нет. Включаем эту функцию. И деньги тратятся. Да, отлично. Значит, оно тоже прокачивается. Только вот, к сожалению, не пишется сразу на этой табличке, то, что это прокачивается. Но деньги тратятся. И, как видите, это все работает. Но именно то, что вот здесь вот Level, он почему-то не прибавляется. Вот это вот странно. Дальше, автопокупка миньонов. Ну, на миньонов мне не хватает, естественно. Автокомплект обе. Давайте завершим обе. Все, буквально за секунду мы проходим обе и получаем x2 монеты на минуту. Далее, автореберст. Мне тоже на него не хватает. И есть автоматический клик по монетам. Так, давайте сначала все объединим. То, что у нас есть. Отлично. Получается, здесь вы можете любую кнопку указать, на которую хотите, чтобы у вас был автоклик. Допустим, я поставлю на Q. Все, я поставил. Нажимаю Q. И, как видите, у меня автоматически кликает по блоку. Как видите, если мышку убрать, то клики перестанут идти. Нужно именно, чтобы у вас мышка была направлена на сам блок. Тогда будут работать автоклики. Отлично. Также на Q ее выключаем. И давайте сейчас еще проверим другой скрипт. Не знаю, работает он или нет. Может быть, его уже пофиксили. Но будем надеяться, что нет. На сайте есть также другой скрипт. На бесконечное количество, получается, монет. Второй... Нет, не второй, а третий по счету этот скрипт. Нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И проверяем. Убираем прошлый скрипт. Вставляем новый. И нажимаем кнопочку Xcode. И, походу, его пофиксили уже. Как я понимаю. Печально, конечно. Ну-ка, еще раз попробуем. Да, его уже, к сожалению, пофиксили. Либо просто нужно перезайти попробовать. Давайте попробуем перезайти тогда. Может быть, получится. Будем надеяться, что да. То, что это поможет. Так, какие там еще скрипты есть? Ну-ка, давайте глянем. Так, получается, четвертый скрипт по счету это просто объединение блоков, которые есть во втором по счету скрипте. И получается, самый первый по счету скрипт. Тут у нас что? Тоже автомерч есть. Ну, короче, тоже не очень. Вот самые лучшие были это второй и третий по счету скрипт. Так, что произошло? Секунду. Если нажму. Что-то странно. А вот все, появился я. Отлично. Какой-то баг, что ли, был непонятным. Ладно, заново нажимаем инжект. Ждем, пока заинжектимся. Если смотрите, инжект у вас не проходит, поводите мышкой, получается, по самому экрану роблокса и после этого нажимаете инжект. Чтобы у вас, получается, чит увидел то, что у вас открыт роблокс. Так, нажимаем экскуд и смотрим. Эх. Ну, к сожалению, не работает, как видите. Все-таки перезаход нам не помог. Но до записи я, когда проверял, все работало. Но это было, получается, когда? Четыре дня назад. Да, четыре дня назад он работал. Но сейчас уже, к сожалению, его пофиксили. Я попробую, короче, найти тоже новый скрипт. Получается, на бесконечное количество моментов. Если получится у меня его найти, то я обновлю, получается, ту старую запись на сайте и поставлю туда новый скрипт. Вот. Ну, будем надеяться, что у меня получится найти. Если не получится, но, к сожалению, тогда придется играть без бесконечных монет. Ну, ладно, в принципе, на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Айзбан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok